Речь пойдет об интервью Гарри Беркут, Игорь Витальевич Беркут, для кого известен или неизвестен. Больше, возможно, интересно будет жителям Украины, но я думаю, это на его примере, это глобальная структура еврейская по влиянию на людей, по влиянию на государственное управление, на манипуляции во всем мире. Так вот, Игорь Беркут, известный, может кому-то неизвестный, ярый такой сторонник концепции израализации или иерусалимизации Украины, выступил на одном из каналов, но он постоянно на той площадке выступает. Вот, я скину потом позже ссылочку. Вот, интервью некому Якову Моисеевичу на YouTube-канале «Рассвет». Это было вообще-то 24 октября 2017 года, но очень интересно, с очень интересной информацией. Ну, для начала, кто такой Гарри Беркут? Гарри Беркут, Игорь Витальевич Беркут, на самом деле это Беркут, это не его фамилия, это псевдоним. Он представляется сейчас как исполнительный директор проекта «Небесный Иерусалим». Занимается построением еврейско-украинского государства на территории пяти областей Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Николаевская, по-моему, Полтавская, не помню. Он родился в 1964 году в Северодонецке и Луганской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил командиром разведзвода ВДВ, воевал в Афганистане, туда пошел по собственному желанию после развала Советского Союза в возрасте где-то 27 лет, ушел из армии, уволился, да, и за счет гранта, полученного по программе для бывших кадровых военных в 1991-1992 годах, получил финансовое образование в России и Соединенных Штатах. В июле 1993 года Игорь, его фамилия от рождения девичья, так скажем, Игорь Гекко, ныне Беркут он, да, совместно со своим американским партнером Грегором Неолом Стюдером зарегистрировал в Казахстане Тексакабанк какой-то, в общем, казахский банк. Вот. Позже Игорь Беркут и его американский партнер перепродают этот банк Сбербанку России, ну, об этом упоминается в различных российских деловых изданиях. В этот же период говорят о покупке Игорем Гекко метрокомбанка в Москве. Настоящая фамилия Гекко, ну, я уже говорил, но для политической работы он взял себе псевдоним Беркут. И сейчас на официальной веб-странице банка главой правления банка в столице Российской Федерации в Москве значится брат Игоря Беркута, Валерий Гекко. А главой совета директоров казахстанского отделения банка сам Игорь Гекко является. Он был лидером партии «Велыка Украина», ну, «Великая Украина» 2006 года, савтор книги «Брат» на этой книге на титульной странице «Фейс Путина» в пилотке на обложке, в котором, ну, он савтор, там еще был автор, который как бы основной писал, он, Беркут, в этой книге с особым солдар-страстием описывает вероятные сценарии расчленения Украины. В одном из эфиров в 2012 году Игорь Гекко, он же Гонсул еще представлялся, он же Беркут, он же Гарри Бер, черточка Кута, обращаясь к простым гражданам Украины, сказал следующее. Вы все в этой стране являетесь той частью населения, которую господствующий класс приготовил к утилизации. Наглый, циничный, самоуверенный, бессовестный Игорь Беркут, ну, вот, как я его так себе представляю. Он еще, чем интересен, вот, он устраивает из своих интервью шоу, на интервью он приходит с референткой то Сара, то Бела, теперь вот с Евой появился, то есть у него такие красивые девочки с коротенькими юпочками, ну, вот он себя окружил, так и сам такой мощный, ну, бывший десантник. Поздравил вот в этой передаче, о которой сейчас пойдет речь, поздравил всех с 5778 годом, который отметили евреи в сентябре 2017 года, вот. Ну, ладно, я там пропускаю, там, такое приветствие, там, говорил о том, что на шафарах играли по всей Украине, и все там аплодировали, все радовались, вот, наконец-то еврейство в Украине. Вот. И вот, что интересно, я так, обрывочками такими попробую воспроизвести, о чем идет речь. Далее прямая речь Игоря Беркута. Я и Владимир Гройсман, и я, мы оба понимаем, Гройсман это премьер-министр Украины, для тех, кто не знает, и Владимир Гройсман, и я, то бишь Беркут, вот, мы оба понимаем, что для украинского ребенка это должен, это он говорит о том, что приоритетах, что должен быть для украинца, что должно быть для еврея, так вот. И Владимир Гройсман, и я, мы оба понимаем, что для украинского ребенка это должен быть день кавуна, арбуза, вот, день цибули, лука репчатого, день вышиванки. Для еврейского ребенка это должен быть день физики, день химии, день программирования. И поэтому тот тренд, которое взяло нынешнее правительство украинское, приведет нас, то бишь их, по пути реформ в ту новую Украину, когда на оставшихся жителей будет достаточно и дохода, и ВВП. Он тянет за планомерное сокращение численности населения. Он одобрил взгляды министра соцполитики Украины, Ревы, который высказался о том, что украинцев не только слишком много, но и о том, что украинцы слишком много едят. Этот самый Ревы сказал, что если бы украинцы меньше ели, у них бы оставалось больше денег от зарплаты. Вот такие циники, товарищи эти. Летом 2017 года официальные СМИ трех прибалтийских стран заявили о том, что они подготовили план Маршала, так называемый, для Украины. Беркут анонсирует события, которые произойдут с его Беркута слов в ближайшие полгода-год. Эти прогнозы, анонсы Беркут относят, как он сам отмечает, исключительно к Украине. Он, Игорь Беркут, как и многие его последователи, осознали, что евреи и украинцы – это одна нация, один народ, одна судьба. И он еще поправился. У них должна быть одна судьба. Еще такой тезис. Он разделил евреев Украины на две такие формации. Первая – это местные евреи. Еврейские украинцы с состоянием не менее 20 миллионов евро, имеющие влияние на средства массовой информации, на политику, сделавшие свое состояние, на эксплуатации потенциала Украинской СССР и Украины, а также на труде украинцев. К их числу отнес Вальцмана, Порошенко. Он не скрывает, называет вещи своими именами. Гройсмана, Тимошенко, Рабинович, Фельман, Кернес. Для тех, кто не знает, это такие влияющие персоны, которые во власти, которые у руля бизнеса. И вторая формация евреев – это глобальные евреи. Это относится к жителями Украины, России, Казахстана, всех-всех-всех. Глобальные евреи – это евреи, живущие в основном в высокоразвитых странах – Британии, США, Израиле, Германии, частично в России, с состоянием от 200 миллионов евро каждый, владеющий транснациональным бизнесом. Свободные благодаря своему состоянию атаков какого-либо государства. К ним относятся Яков Кун, родившийся в Киеве, который жил в Фастове, ныне живущий и сколотившийся состояние в США. Михаил Фридман живет в Лондоне и Швейцарии. Абрамович, Ходорковский, Игорь Коломойский, Фирташ, Дерипаска, Вексельберг, я такого не знаю. В общем, короче говоря, на вопрос ведущего, не перешагнет ли вот этот Беркут сейчас через красную линию антисемитизма, Беркут ответил, я постоянно разговариваю с Ребе в Израиле, Лондоне, Киеве и говорю, что я не могу заниматься строительством Небесного Иерусалима, не имея возможности критиковать евреев. И продолжает далее. Согласно первого закона об антисемитизме, есть, оказывается, такой закон об антисемитизме, первый, наверное, второй. Так вот, согласно первого закона об антисемитизме, не еврей не имеет права критиковать евреев. Но Ребе в Нью-Йорке, а самое главное, по его словам, в главной синагоге Киева подтвердил, что первый закон об антисемитизме имеет несколько поправок. Вторая поправка говорит о следующем. Если не еврей критикует евреев в пользу не еврея, это антисемитизм. Ну, например, Фельдман плохой, а Петренко хороший. Но если Беркут говорит, что Фельдман плохой, а Фуксман хороший, то это не является, по словам Беркута, антисемитизмом. Ну, в настоящее время происходит в некотором смысле большая еврейская война за Украину, это с его слов. После 90-х годов в руках местных евреев вся, вот в Украине, вся металлургия, почти вся химия, нефтепереработка, банковский капитал, коммерческая недвижимость, торговые сети, весь алкогольный бизнес, спорт, средства массовой информации, энергетика, аэропорты, министерские портфели, партии, Верховная Рада, кабинет министра, влияние на высшие сферы политики путем династических браков. Ну, вот и Пинчук женился на дочке Кучмы. До 90% всех отраслей оказались под контролем 57 местных евреев в Украине. Украинские местные евреи назначали и назначают своих прокуроров, местных судей и глав МВД. Сейчас идет замещение на всех уровнях местных евреев глобальными. Вальцман и Яценюк угробили Украину, так считает Беркут, ну, я согласен с ним в этом. Им ставили задачу, оказывается, им ставили задачу поднять Украину до уровня США, Израиля, Сингапура. Ну, они успешно там по своим карманам все распихали, все провалили, завалили. Украина, но Украина входит в пятерку стран с самым большим и влиятельным еврейским населением. В эту же пятерку ходят США, Россия, Германия, Израиль. Еще вот интересный такой момент в это время, когда говорил об этом Беркут, у него засвонил телефон. Он все делает это так жеманно, пафосно, театрализованно, драматично. Вот звонит телефон с рентоном Хаванагила, входит эта красивая девочка Ева, там его референтка берет этот телефончик, крутит задницы, ну ладно, бедрами. Идем дальше. О серьезном. Цель глобальных евреев, по словам Беркут, это полное вытеснение и замещение местных евреев с Украины, как не справившихся с глобальными задачами. Совет благоволителей, как говорит Беркут, летом 2017 года вынес решение в Иерусалиме о том, что Порошенко должен уйти, но не для того, чтобы на его место пришла там Капельман Тимошенко или Яценюк. В настоящее время выборы можно начинать со сметой, а, ну дальше продолжаю, насчет выборов. Это относится, кстати, ко всем странам, вот, постсоветским государствам. В настоящее время выборы можно начинать со сметой в 20 долларов на каждого жителя Украины. На минуточку, 35 миллионов в Украине жителей, ну примерно, да, там официально умножить на 20 долларов, это получается 700 миллионов долларов. Но это только участие. А чек на победу начинается со слов, вот, если верить словам Беркута, от 30, а лучше с 50 долларов. Ну это около 2, 1,5-2 миллиарда, вот, для Украины. Номинально с 10-20 миллионами долларов можно тоже участвовать к кандидату в Украине, но никогда такой кандидат не победит. Вот, что еще интересно, вот для меня было интересно. Главный коммуникатор с глобальными евреями от лица местных евреев в Украине, это Борис Ложкин. Борис Ложкин, это глава администрации Порошенко. Он много, скажем так, отметился во многом в городе Харькове, где проживает Вячеслав Котляров. Ну, кто такой Борис Ложкин? Короче говоря, это серый кардинал Порошенко. Он от лица местных евреев, скажем так, вот, через него, он как парламентарий, общается с глобальными вот этими евреями. По предложению Беркута, Порошенко на следующих выборах готов потратить от 800 миллионов до миллиарда долларов личных сбережений. Кто из противников Порошенко может потратить подобную сумму? У Тимошенко уже нет таких денег, и никто ей не даст. Вот, украинцы должны с вожделением ждать прихода глобальных евреев. Вожделение это сильное чувственное влечение, страстное желание чего-нибудь. В общем, украинцы должны лечь и расставить ноги, и при этом радоваться. Вот, глобальные евреи собираются выиграть у Порошенко с четвертью миллиарда долларов. То есть, они не могут просто так вкинуть деньги, у них полно денег, они заведуют всеми деньгами, но они хотят вот играть вот так вот, как в шахматы. То есть, вот, хотят меньшими средствами победить. Вот, потому что есть кандидат, который может вынести Порошенко в одни ворота, считает Беркут. Это, тарададам, барабанная дробь, Святослава Вакарчук. Он молод, привлекательен, богат, не коррупционер, был в Верховной Раде и сам ушел оттуда. Он популярен к тому же. Все средства массовой информации, по словам Беркута, лягут под Варчука, иначе расправа над ними будет показательной. То есть, тут же угроза звучит. То есть, если не лягут, им кирдык. Но не просто средства массовой информации, а тем олигархам, которые стоят за этими телеканалами и газетами. Вакарчук для украинцев, это, как считает Беркут, это лихваленцы и кобзарь в одном лице, в одном флаконе. Только Вакарчук заявит об участии в выборах, за него будет вся галичина и вся молодежь. Потому что талант, молодость, незапятность, надежда на будущее, против косности, слепых трастов, воровства и коррупции. Вакарчук пишет песни к выборам вот сейчас. Изменить вот это участие Вакарчука, его победу, как вот эти глобальные евреи собираются сделать в Украине, изменить это можно двумя способами, как считает Беркут. Это убить первого Вакарчука и сделать так, чтобы он сам отказался от участия в выборах. Вакарчук прекратил сейчас концертную деятельность и в Стэнфордском университете натаскивается на курс 100 неприятных вопросов в политику. Плюс пишет новый альбом к выборам с песнями, которые дают надежду. Вот такие вот, такие жизнеутверждающие. Святославом согласовано в конце августа 2018 года в НСК Олимпийский в Киеве, он открывает свою, как говорит Беркут, победную президентскую кампанию. Все евреи в главных синагогах будут молиться отныне за здоровье Вакарчука. Ожидается более 50 встреч Святослава Вакарчука в разных странах мира, после которых ни у кого из мировых политиков не должно остаться вопросов, хуй из мистера Вакарчук. Глобальные евреи готовят ему профессиональную команду из США, Польши, Израиля, Швейцарии, Британии. У Порошенко есть только один шанс, считает Беркут, назначить досрочные выборы, пока Вакарчук не стал на крыло. Если Порошенко проведет себя некорректно глобальным евреем, он может, ну и дальше вот так вот вкручивается Беркут, он может приступить к черту, которую приступать опасно во всех смыслах. Я закончил основные мысли, основные тезисы доклада и вот сейчас хочу провести параллель и к слову о том, что насколько мы влияем на выборы, насколько мы влияем, то есть вот насколько нас считают выборцами и так далее. Мы простые люди, мы стадо, мы стадо, за нас все решают, за нас принимают решения. И вот в Украине осталось ждать недолго, вот посмотрим, как будет разыграна карта права Вакарчука, потому что сейчас очень много информации, подтверждающие слова Беркута. В общем, уважаемые слушатели, зрители, соведущие, вот в Украине объявлен следующий президент, не просто претендент, а уже с уверенностью, это Святослав Вакарчук. Прошу любить и жаловать и вот со всеми сопутствующими вот этими моментами участия, влияния и вопрос такой, насколько мы с вами можем влиять и участвовать и что происходит. Я закончил. Продолжение следует...